Друзья, мы приступаем к приготовлению драников белорусских по рецепту президента Лукашенко. Вместо картошки белорусской у нас американская картошка сладкая. Это у нас фенхель, Это лук. Фенхель мы набросали в такой комбайн и будем его там перемалывать. Света, объясни мне, назначение фенхеля в драниках. А это просто, поскольку фенхель ничего не делает. А что же Лукашенко-то что скажет? Лукашенко перебьется. Я думаю, что их нужно хотя бы вот так вдоль, Дай более крупный нож. Да, лучше крупный нож. Картошку добавляем, а картошку натерку. Картошечку натерку. Да. Вот теперь, знаешь, что мы делаем? Мы сейчас должны сделать вот такое переобразование здесь. То есть мы должны поменять или нож? Нужно поменять нож. Так, давай, меняем. Дело в том, что нам подарили вот этот вот процессор. Просто он кому-то был уже не нужен. А вы подумали, а пусть будет? А тут вот интересно, он такой старый. Да. А тут, смотри, например, если вот эту сторону поставить, Так он будет нарезать слайсом. Да. А если обратной стороной перевернуть, То он будет натерять на терку вот так. Угу. Я, честно говоря, не понял большой разницы. Ну, давай. Ну, не важно. Это все не важно. Так. Закрываем. И вот эту картошечку сейчас вот... Картошечка, надо сказать. Да. Картошечка резалась непросто. Вот ее фактически этим ножом мощным. Вот мы взяли мощный нож и рубили ее вот до такого состояния. Придерживаем эту штуку. Так. Сказать, что этот процесс сложный, было бы некоторым преувеличением. Мы видим, как переходит. Как картошка, прям как вермишель. Вообще, это картошка, да. Это даже цвет пакета не то, который я обычно покупаю. Я тоже ее сделала. И она получается более липкая, чем вот та белая. Это очень твердая, очень хорошо держит форму. Так еще и ножом не возьмешь, понимаешь? И очень твердая, да. Но при этом она готовится, в общем-то, жарится и левается. Может быть, для драников, может быть, самое оно. Она готовится, если и жарится, и варится, дольше. Надо посоветовать Лукашенко сажать свит по трейту. Потому что она, во-первых, там свит, значит, сахар есть дополнительно. Во-вторых, она может быть более урожайная такая. По центнерам с гектара. Я не знаю, что пирожить, потому что она более полезная. Если рассмотреть Лукашенко как заказчика, то к дранику у него есть определенное требование, чтобы он, когда за край, говорит, когда я его за край беру, чтобы он ровно вот так вот стоял. А не то, что там у Васи он висит. У Васи он висит. У Васи, он говорит про поваров, которые ему готовят. А, не то, что там Вася, то есть на Российскую Федерацию больше. Понял. Он у нас должен быть вот такой вот. Мы его за край будем держать, а он прямо. Вы пропустили, как мы раскручивали эту картошку. Я все слышала. Но вы слышали. Ладно, потом будете смотреть в кино, как произошло. Еще одно нарушение технологии президента состоит в том, что у нас соль гималайская. Она такая розовенькая. В ней на самом деле как бы соли меньше. Вот этого натрий-клора меньше. Но она достаточно соленая. Не то, что там. Яйца вот написано, что они органические. И я подозреваю, что в Беларуси все яйца органические. Ну я не знаю, но мне хочется верить. Потому что там президент, он же колхозом руководил при большевиках. Он должен уважать натуральный продукт. Даже вот интересное замечание. В России были яйца диетические, даже не органические. При коммунистах. При коммунистах. Так вот мы здесь берем просто яйца, на которых не описано, что они диетические. И они гораздо более свежие, чем в России были диетические. А чем это определяется? Определяется это тем, что там вот есть пленочка такая с такой стороны яйца. Чем яйцо свежее, тем эта пленочка ближе к кожуре. Если это яйцо сварить, его вообще практически очистить невозможно, потому что пленочка почти у кожуры. Чем оно дольше лежит... Почему так плохо чистятся тут яйца? Чем оно дольше лежит, тем больше воздуха там появляется. И эта пленочка отходит, и они менее свежие. Это у тебя научная точка зрения или бытовое наблюдение? Это у меня бытовая точка зрения. Я, честно сказать, не знаю, какие яйца коммунисты называли диетическими. Там, понимаешь, долгий был процесс, пока это яйцо придет от курицы до прилавка. Ну, мы уже прокладали яйца как-то. Пока президент за них не взялся, яиц в Беларуси не было. Куры отказывались нести. Поэтому здесь яйца, даже на них не хватило. Так в чем диетичность была яйца? Оно было более свежее? Оно было более свежее, да. Я думаю, диетичность это определенный у него состав, который можно есть. Ну, поди знаю. Друзья, хорошо, что вы слушаете нас и не понимаете, о чем речь. Это неплохо. Так, друзья, мы видим, как органическое яйцо идет к органической сладкой картошке. Так. Мы решили 4 яйца положить. Уж не знаем, как там по рецепту, но чтобы картошки много получить. Ну, если курицы снесли, кладут 4 в Беларуси, да? На селе. Ну, президент же говорит классический рецепт, который на селе был. То есть там была картошка. А, то есть не было яйца вообще? Не, нет, яйца. Муки могло бы и не быть порой. А вот яйца, картошка и лук, они были. Может, еще яйцо положить, что мало этих яиц? 4. Они маленькие, а? Ну, положи, а, Святошка, можно яйцом испортить драник. Вот именно. Да. Яйцом драник не испортишь. Тогда нужно называть не президентские, а кремлевские. Перекрутить. Оно такое густое получилось. Да. Ну, Света, мы первый раз же. А солили? Да, я посолил немножко. Посолили. Ну, Юра, ты смотри, у меня эксперт. И, знаешь, что? Драники гималайские. Вот у нас соль гималайская, вот красная. Перестала, чтобы они все перемешались. Это что-то довольно мало. У меня такое ощущение, что она суховато. Может, ее там разбавить что-то? Нет, если разбавить, нужно будет муку добавлять. Ну, это картошка. Получается, картошка, она такая, вот эта именно картошка по составу, она такая форму держит. Да. Ну, это хорошо. Да, и поэтому оно выглядит довольно сухим. На чем оно держаться будет? На яйцах пока что. На яйцах. То есть не на муке. Все на крахмале. На крахмале. Мало-мало. Мало. Нет, в этой больше, чем в белой. Это более крахмала. Ну, короче, сколько крахмала есть, столько есть. Нет, мы сейчас попробуем. Сначала без муки, сколько получится, да? Вот так. Если она будет разваливаться, то… Ну, по-президентски, и цепь без муки. Без муки, да. Знаете, был такой анекдот, я расскажу, как… Это во времена Хрущева, когда вот, ну, люди смеялись, что там с едой стало плохо, стали зерно покупать за границей и так далее. Значит, был такой анекдот, как два брата евреи во время, ну, войны, там, до войны, оказались один в Америке, а другой в Советском Союзе. Ну, и оба как-то бедно живут там и все. И тот, который в Америке, он сел у Белого дома и шел мимо президента Кеннеди, и… да, он сел и ел траву. И президент Кеннеди ему говорит, Абрампович, что ты кушаешь траву? Он говорит, ой, господин президент так плохо, такой бедный, работы нет того, нет, что-то ему плохо. Ну, он там свиснул к нему, там подошли ребята, говорит, надо помочь. И они как-то его там обустроят. И он брату пишет письмо и рассказывает. Тот, значит, сообразил, тоже сел у… там… нигде там… у Куревлевской елки. Вот. И сидит тоже ест траву. Идет мимо Хрущев и говорит, Мойша, почему ты ешь траву? Он говорит, Никита Сергеевич, жизнь бедная, все плохо. И говорит, вот ты уже есть, ничего не осталось. И тот ему говорит, я тебя научу, как лучше сделать. Смотри, сейчас ведь… я извиняюсь, он сено ел, не траву, он сено ел. Да. Он говорит, сейчас лето, он говорит, сейчас же трава есть. Говорит, ты сено на зиму оставь, а сейчас можно есть траву. Вот. Так что вот у нас оптимизация по Кеннеди, по Хрущеву. Так, ну что, я перемешала или нет? Да. Все перемешала. Оно выглядит уже вот… Как должно быть. У этого есть консистенция теста, потому что оно все равно такое продолговатенькое, как если бы там рисинки. Нет, ну это, потому что такая терка тут… Да, терочка такая. Оно тогда будет такими иголочками. Если бы было иголочками, оно бы… Хотя драники неплохо, когда иголочка будет. Ну, оно получается жареное, типа жареное картошки. Но есть и такие. Это масло, на котором мы будем готовить. Значит, оливковое. Вот, cold-pressed. Cold-pressed. Рефайн. Да, вот оно, у него очень высокая температура. Это сам гибель. Шкварчание. Шкварчание. Соль гималайское, масло оливковое. Да. Так, а на каком масле, на каком масле президент жарит? Я думаю, что может быть, вообще может быть на этом… На жире? На сале? Нет, ну на сале, кстати, неплохо. Кстати, неплохо. На сале называется «Джи» топленое масло. Вот в кустке смотрите, «Джи» это называется. «Джи» как пишется-то? «Джи» и «И». Окей. Значит, мы что сейчас делаем? Мы сюда соли бросим. А вот там подогревается ее. Значит, мы нальем маслице, и нас зритель научил. Если, друзья, кто-то не в курсе, вот… Мы не были в курсе. Хорошо, что вас много, и вы все знаете. Да. Значит, бросим, Данюшка, соли. Света, брось соли. Подожди, пусть она нагреется. Нагреется. И тогда не брызжет в стороны. Якобы. Нет, ну как якобы. Мы проверили, и мы убедились на собственном опыте, что такида не брызжет. Вы видите, друзья, две сковородки. Значит, на одной идет активная такая… Жарка. Жарка. В большом количестве масла. В большом количестве масла. Важно, чтобы сковородка была маленькая. Когда драник станет поджаренным, ну таким, подрумяненным, да, или как назвать? Просто обжарится корочка. Обжарится корочка. Его перебрасываем вот сюда. Ну, тут… И он на слабом огне тут потихонечку доходит. Это вот первая драник. Да. Самая первая наверху, на крабика похожа. Вот. И так они… Мы после этого добавили муки, чтобы все-таки… Все-таки добавили. Скрепить дружбу гималайской соли с американской картошкой. Вот. Значит, на слабый, на малый огонь. Так. Эти два, кажется, и слились просто. Нет, они будут на малый. Значит, свет. Вот. Ты же делала драники раньше? Ну, я делала из обычной картошки. Из обычной картошки. Вот как ты считаешь сравнение? Ну, по консистенции нормально. Света ложечками лепится вот так. Не руками, а ложечками. Так кто же драники лепится руками? Президент Лукашенко лепит руками. Ну, не знаю. У него-то чужие руки. Свои драники. Ну, хорошо. Так. Значит, вот у нас тут на медленном огне, а там уже складываются готовые продукты. Я так понимаю, что салфеточки проложены, чтобы масло подбирать. Ну, да. Весь тут по маслу, да. Сама это картошка органическая. Ну, она держится нормально, когда это все поджарится. Ну, может быть, она не держится так, как хотел. Как зовут? Лукашенко. Александр Григорьевич. Григорьевич. Как Григорьевич хотел, мы не знаем. Ну, в смысле, мы знаем, но у нас так не получится. Да. Мы, в конце концов, и вилочкой пройдем. Вот именно. Светочка, масло там, я чувствую, шкварчит, но не брызгает, да? Нет. Нет. Вот так вот. А это, друзья, купленные вчера в мексиканской мясной лавке сосиски. Я вам показываю их пропедептически. Если кто знает это слово. Те, кто не знает, я скажу, ну, это на будущее. Они потом возникнут в нашем сюжете. Значит, я заранее, как бы, так показываю, чтобы потом вы не удивлялись. Вы видите, друзья, тут же горка такая получилась. И, наверное, эти три, значит, драники полежат пока на сковородке. Их тут много, так многослойно, по-президентски. Скоро приступим. Вот, вы видите, в духовке сковороду тащат сосисочки. Светик. Давай, сейчас, сейчас, сейчас. Какая кондиция должна быть, чтобы мы сказали, что все нормально? Я не знаю. Мы хотим, чтобы нам начал сыр вытекать. Так, вот, друзья, драники. Так ты любишь драники, скажи? Да. А что ты любишь? Картошку. Картошку фрайс. А еще конфеты. А еще даже. Ну, ты ж не будешь конфеты с картошкой. Ну, ты ж не будешь конфеты с картошкой. И колбаску. Колбаску. Все, сейчас будет, картошечка будет в виде драников. Вместо колбаски будут сосисочки. Вот. И в отличие от картошечки фрайс, у нас еще есть тип сметанки. Вот. Пожалуйста. Ну. Это такой ливанский такой йогурт. Как масло такое по консистентам. Все начали с президентского рецепта. Ну, да. А мы пошли смотреть лимончики. Огромные. А есть еще маленькие. Вот смотрите, здесь совсем маленькие еще. А есть здоровенные. Уже желтеть начинают. Вот еще. Да. Давай, давай мы тебя сравним. Лимон. Давай мы тебя сравним с лимоном. Иди к лимону туда, остановись. Покажи. Покажи какой ты. Лимончик в ладошках будет смотреться. Так. Вот этот. Вот так вот подставь ладошечку. Вот. Такой большой мальчик и большой лимончик. Вот тут они прямо на земле лежат. Я все жду, когда же они желтеть-то начнут. Не хватает нам, не хватает пока. Такие, получается, белорусские лимончики-то. Там как-то... Была такая фраза в советское время. Говорит, что вот Башкирия страна вечно зеленых помидор. И... Да. А у нас тут Санта-Крус страна вечно зеленых лимонов. Вот уже и сосисочки, друзья. Если ему очень высоко сидеть, у меня есть такие... Вот и сосисочки. Денушка... А он-то вот так вот. Они мягкие или жестко-крепкие такие? Они такие, как надо, плотненькие. Плотненькие, они с сырочком. Да. Картошечку драй! Ну, а у нас картошечка другая сегодня. Самое главное, друзья, к сосискам и к драникам, это салатик. Иначе очень жирно все. Я думаю, что... Надо же подтягивать. Александр Григорьевич не станет возражать, что к его драникам как-то вот капустка помешает. Так, положи себя. Он по технологии не гнется, держится. То есть это буквально как президент завещал. Несмотря на гималайскую соль, так сказать, и фенхель, форму держишь. Отлично. Светлана, что с драниками? Ну, они получились не как драники-драники. Потому что драники-драники, они соленые. Так, а эти сладкие были. А эти получились сладкие, которые не требуют вообще соли. Я даже желейшая посолила их. Потому что у них свой своеобразный вкус. Ну, послушай, еда и еда. В общем-то, не хуже, чем у Лукашенко, я думаю. Все, спасибо. Теперь нам про Лукашенко расскажут люди, которые знают толк. Основной, так сказать, критерий определения драников по-президентски был выдержан. Они за краешек брались и не ломались, не сгибались. А так, да, вкус очень необычный и интересный тем, что картошечка была такая сладенькая. Нам очень понравилось с иранским йогуртом и мадагаскарской солью. А йогурт, гималайской солью. Гималайской, да. Но в мадагаскарской, в смысле, ливанский йогурт был ничего. Да. Ирина, рассказывайте, вы, наверное, драник не первый раз делали? Да, не первый. Так, тут они мамку раскачивают. Ну, чего о дранике? Драник получился очень необычный за счет сладости по картошечке. Так. И мозг первую секунду не мог понять. То есть, глаза видят драник, а вкус сладкий. Типа рафинат. Да, но было очень вкусно. Будем практиковать и дальше. Хорошо, давайте помашем всем ручкой и скажем, ребята, ешьте. Сосиски. А, про сосиски? Так, сосиски пошли. Сосиски, да, были изумительные, сочные, вкусные. Демьян, расскажи, как тебе сосиски? Хорошо. Ну, вот это самое главное. Это хорошо. То есть, сосиски удались. Сейчас мы... Светочка, ты скажи туда про сосиски, раз ты вопрос этот подняла. Давай, пару слов. Мы вчера пытались их употребить, но мы вчера, видимо, не дожарили, и сыр внутри не расплавился. Сейчас мы положили их в духовку, нагрели их как следует до тех пор, пока сыр там не закипел. Да. И, конечно, совсем другой вкус. Я могу сказать, что они сочные были, да. И уже не чувствуется сырость, просто чувствуется. Да, очень хорошо. Ну что, друзья, вы поняли про драники. И я надеюсь, что вы так тоже, если у вас есть такой кулинарный энтузиазм, может быть, попробуете. А у нас тут пока что идет сладкий такой завершающий, можно сказать, удар. Торт вафельный Боярушка. Откуда у нас взялся такой? Тут привезная. Да, наверное, кто-то из гостей привозил. Вот, мы сами такого вряд ли могли бы купить. Вряд ли. Да. В общем, у нас много чаев, у нас много всякой сладости. Но я не хочу вас вот этим всем нагрузить. Так что, все, мы прощаемся. Так ручкой делаем. Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»